Буквально с любопытством нескрываемым начал смотреть ваш выпуск «Открытой политики» очередной, где вы рассказываете о некой закрытой части оперативного совещания, которое якобы состоялось вчера после открытой части, которую все могли лицезреть в режиме прямой трансляции. — Однако в последнее время, вот и я, в общем, заметил и другие, да и вы, что оперативки стали короче, те самые открытые. Значит ли это, что регулярно у нас теперь проходит закрытая часть, и она как раз является самой интересной? — По моим наблюдениям, последние три недели там как бы даже объявлялось, что «а дальше у нас будет закрытая часть оперативного совещания». То есть, и да, я тоже наблюдаю, что и тематика, и риторика, и, ну, острота вопросов, которые обсуждаются на открытой части оперативного совещания, они, конечно, снисходят на нет. Ввиду отсутствия очевидных побед приходится толочь вводы в ступе, как бы что-то там такое констатировать, что-то там обсуждать тихонечко. Но при наличии такого количества проблем в регионе, да и в стране в целом, делать вид вот такую хорошую мину при плохой игре, ну, это как минимум неразумно. И да, я тоже вижу, что и хронометраж оперативок стал уменьшаться, и круг вопросов обсуждаемых стал сужаться, и, вот скажем там, ну, есть четкие компетенции и подведомственные вопросы каких-то ведомств, там, того же дорожного сектора, они просто игнорируются, то есть Булышев выступает и ничего не говорит про ремонт дорог, видимо, обжегшись на этом всем в определенный момент. Проблемы начинают не только замалчиваться, они начинают еще и отрицаться. Вот это я заметил на оперативках, просто вот, как вот вкусные точки, и также у них вот дороги отремонтированы и точка. То есть они начинают утверждать то, чего нет на самом деле. То есть это тоже одна из характерных таких черт, вот, последних оперативок, то есть, ну, вот, нечем гордиться. Значит ли это, что катастрофически не хватает денег на то, чтобы даже запланированное, скажем, реализовать? Здесь существует определенный парадокс. Во-первых, как ни крути, но в Башкирии по первому полугодию профицит. Вот, два миллиарда рублей. Федеральный центр увеличил поступление денег на, значит, федеральные программы и на многие другие, значит, нужды и траты. Приток денег в регион возрос вот в последние месяцы. При этом ощущается неспособность нашего Минфина справиться вот с распределением и с ритмичным финансированием процессов и объектов. Вот это я в последние недели, месяцы, пожалуй, что констатирую. Это какой-то парадокс. Деньги есть, но мы не умеем ими управлять. Вот это вот я наблюдаю, этого раньше не было. Что касается кадровых изменений, мы еще не успели с вами их обсудить. Вот все-таки кое-какие важные перестановки случились. Алан Марзаев закрепил за собой новое направление уже, какое? Третье, как минимум, по счету, да? При этом все-таки оставил в стороне должность министерскую, как минимум временно. Это говорит о чем? О том, что он действительно человек, который, ну, чуть ли не единственный, да, способен где-то что-то выяснить, разобрать и попытаться сделать. Потому что, ну, как бы, вот он уже, он реально же разные направления, как бы так, испытывает на себе. Да. Ну, испытывает скорее на нас. Но, действительно, один из высокопоставленных чиновников правительства недавно пошутил, что, может быть, попробовать в правительстве оставить только Марзаева. Во-первых, мы очень сильно сэкономим на зарплатах. Во-вторых, становится очевидно, что Алан Викторович абсолютно универсальный человек, который может работать на любой должности. Это уже доказано практикой. Ну, по крайней мере, так считает Радий Фаритович, значит, перемещая его из кресла министра транспорта в, значит, министр ЖКХ, теперь, значит, курирующий вице-премьер, который курирует и ЖКХ, и транспорт, и дорожное строительство. То есть, это, ну, действительно, фантастическая карьера, чтобы человек за три года из, в общем-то, ну, средней руки налоговика Подмосковья сделался вице-премьером по ключевым вопросам крупного, населенного и довольно-таки развитого региона Российской Федерации. Это, конечно, чудо. Вот. Ну, возможно, это обоснованное чудо. Нам представиться в ближайшие месяцы, узнать, на самом деле, насколько Алан Викторович с этим справится. Я, признаться, ему сочувствую. Потому что, ну, то, что мне известно о состоянии тех ведомств, которые ему теперь вменены в кураторство и в подчинение, ну, это все вызывает у меня легкий ужас, отропь и сочувствие. Потому что человек попадает в ситуацию, когда он становится заложником того, что уже сделано до него, его предшественниками. А, напомню, даже придя в министерство ЖКХ, он пришел на место человека, который находится под следствием. Это о многом говорит, да? То есть, господин Беляев у нас все еще находится под домашним арестом. Он министр ЖКХ в прошлом и тоже курирующий вице-премьер. В общем, завидовать, пожалуй, что здесь нечем. Потому что, ну, одно дело, высокая должность, красивая машина и там много-много телефонов на столе. Другое дело, тот объем задач, который ему вменяется сейчас в обязанность решать. Более того, судя по словам того же Хабирова, он никаких повлажек ему делать не собирается. И никаких скидок на то, что человек там не до конца компетентен, знает и разбирается в этом всем, тоже делаться не будет. Ну, будьте добры соответствовать. А если взять, скажем, за основу, на веру, взять тот момент, что у нас застройщиками, с которыми были определенные трудности, теперь все в порядке. Ну, скажем так, договорились, вместе позируют, форумы проводятся. Ордена. Даже ордена. То есть, вроде как, строительная отрасль задушала. Ну, вы говорите про Салихова, судя по всему. Дело в том, что на самом-то деле этих конфликтов как таковых и не было. Некоторые из этих конфликтов были спровоцированными конкретными подчиненными Хабирова. То есть, не называя сейчас фамилии, но мы их знаем, люди попытались там выхватить какую-то личную прибыль из каких-то спорных ситуаций и столкнули лбами, например, там, ПСК-6 и Хабирова. То есть, назвать это однозначным конфликтом точно нельзя. Просто Андрей Викторович Носков оказался крепким орешком к человеку, который не таких еще проглатывал, я имею в виду вот этих провокаторов, которые его на это все навели. И он достойно вышел из этой ситуации. То есть, конфликта как такового теперь нет. Хабиров, да, проявил себя недальновидно, в определенном смысле истерично. То есть, вот это вот топание ногами по земле, там, порвете кишки и прочее, это было абсолютно лишнее. Ну, как говорится, забыли, проехали. То, что касается Салихова, ну, с Салиховым примерно та же картина. Он тоже достаточно серьезный и непростой человек, с которым нельзя было так поступать, как с ним пытались поступить. Ну, он оказался более дальновидным, более пластичным. Он согласился на некоторые услуги, которые ему пришлось оказать нынешней власти Башкортостана, я имею в виду отправку части своих сотрудников на работы в Донбасс, там и прочее. То есть, как ему это удалось, я не знаю, но, видимо, пришлось платить. Тут нашли, как говорится, общий язык. То есть, я не вижу сейчас серьезного конфликтного поля на, вот, вернее, конфликтов серьезных на поле строительства. Другое дело, что само по себе строительство и перспективы строительной отрасли сейчас очень туманны. То есть, вот, ситуация, сложившаяся на рынке и в стране в целом, она очень тревожная для строительного сектора. Потому как бы, ну, напряжение в нем, безусловно, присутствует. А тут еще и нужно решать проблему обманутых дольщиков, причем Хабиров пообещал все-таки ее решить к концу 2023 года и при этом попросил лишний раз не давить. Вроде как мы и сами решим, отметил он на заседании СПЧ того же. Ну да, у него осталось 16 месяцев на то, что он не смог решить за последние 48 месяцев, вернее, за последние 36 месяцев, за три года, условно говоря, да. То есть, соотношение, прямо скажем, не в его пользу, потому что решены были проблемы только, ну, таких самых легких объектов, там, где можно было как-то разрулить деньгами, либо была какая-то выгода для, там, замещающего застройщика и так далее. Сейчас остались наиболее сложные объекты. Как он их собирается за оставшиеся 16 месяцев разрулить, я, честно говоря, не представляю, потому что он достаточно серьезно испортил отношения с вот этим федеральным регулятором, я имею в виду Дом РФ. Фонд, как там он теперь по-другому называется, там, что-то помощи регионам, что-то такое, да. Вот, ну, в общем, Дом РФ его принято называть. Вот с этой структурой отношения, прямо скажем, натянутые. Завтра будет совещание у Хабирова с Тимофеевым, если он его не отменил, не избежал этого совещания, я имею в виду Хабирова. И, наверное, на этом совещании много будет неприятных вещей высказано в адрес республики и в адрес самого Хабирова. Проблема с обманутыми дольщиками, она, на самом деле, не так проста, как ее пытается представить Хабиров. То, что он просит, там, не давить на него, ну, это, наверное, объяснимо, с одной стороны. С другой стороны, те шаги и те действия, которые предпринимают со стороны властей, и то, как себя ведут представители власти в отношении обманутых дольщиков, конечно, недопустимо. Я имею в виду вот Дуслык-Строй, то, как себя ведет господин Ковшов, как себя ведет, там, подосланная Хабировым Зульфия Гайсена туда и так далее. То есть вся вот эта публика, они себя ведут абсолютно разнужденно и не в пользу Хабирова. И после этого просить, значит, не давить на него, ну, это немножко как-то наивно. Между тем, мэр Уфы, Ратмир Мавлиев, один из членов команды Радио Хабирова, вошел в тройку лидеров рейтинга глав столиц субъектов ПФО. Значит, лето, что у нас... По упоминаемости? Ну, раз рейтинг субъектов ПФО, да, конечно, именно. Ну, надо понимать, рейтинг упоминаемости, это не всегда рейтинг положительный, потому что упоминать могут в отрицательном ключе. Ну, Ратмир Мавлиев у меня, кроме такой кислой улыбки, честно говоря, ничего не вызывает. Потому что, ну, все больше и больше понимая, во что он превратил Нефтекамск, и какими средствами и способами дались вот эти вот мнимые успехи, которые были явлены всем перед тем, как Мавлиева перевели из Нефтекамска в Уфу, я имею в виду вот эти вот бесконечные череда достижений Нефтекамска. То есть теперь мы видим ту разруху и безобразие, которые на самом деле творятся в городе Нефтекамске, это касается и мусора, и благоустройства, и дорог, и ремонта подъездов, и крыш, это все вот вместе. То я понимаю, что, конечно, выбор Хабирова был ошибочным. Соответственно, ну, все эти рейтинги, я уже много раз говорил, что, во-первых, это все очень от лукавого, а во-вторых, ну, рейтинг упоминаемости, это не всегда рейтинг положительный. Ну, надо сказать, команда Мавлиева продолжает, скажем, настойчиво декларировать его некую такую открытость, доступность для простых жителей, уже сколько раз, я не знаю, в самолете его публиковали, да, эконом-классом, какие-то такие вот визиты в те или иные дворы, и вот уже даже пошли реализации обещаний. Вот вчера вечером новость пошла, смотрите, мы в Максимовке освещение сделали, обещали, на встречу с жителями. Не это ли, пусть небольшие, но все-таки какие-то реальные плюсы в работе? Ну, мы всегда путаем квадратное с коричневым в том смысле, что как только власть сделает то, что она должна делать, мы впадаем в эйфорию и бесконечную благодарность. Надо помнить, что освещение в Максимовке должны были сделать 10 лет назад и сделали только сейчас. То есть, Мавлиев на самом деле должен сказать, извините, вот мы сейчас сделали, а не смотрите, какой я молодец, я все сделал. То есть, если по-честному. То есть, вот понимаете, многообразие и разнообразие пиара нефтекамского разлива, оно меня веселит без удержу, потому что они в принципе не понимают, что такое пиар. То есть, вот эта вот команда, это, конечно, выглядит забавно, и можно было бы веселиться, если бы это не было на почве нашего несчастного миллионного города. И я вот для себя четко понимаю, что эти ребята не способны, к сожалению. Ну, пиариться, да, но и то в таком качестве пиариться, это довольно-таки постыдно выглядит, если честно. Ну, а может, все-таки надо дать шанс, пусть все-таки зима пройдет, я не знаю, очередная, и мы тогда сможем сравнить все-таки. Если мы готовы проводить эксперименты на самих себе, то да, конечно, давайте дадим шанс любому. Вот есть такой замечательный анклав в Италии, там на горе несколько деревень, это вот такая формально самостоятельная территория. Там мэр и губернатор, это в одном лице, он меняется каждые полгода. То есть, они дают шанс почти каждому жителю этой деревни быть начальником. Ну, мы же не деревня на горе, так ведь? То есть, вот экспериментировать на самих себе, давать шанс тем, кто почему-то нравится Хабирову, но при этом никаких подтверждений профессиональной их способности нет, я считаю, что это очень опасно. А значит ли это, что, ну, пусть не идеальной моделью, но близкой, может быть, к идеальной, было бы проведение, я не знаю, совершенно уж сейчас фантастическую по нынешним временам вещь скажу, проведение выборов мэров? Или, может быть, хотя бы конкурсов, ну, таких реальных? Безусловно, безусловно. Именно выборы мэра большого города являются залогом, во-первых, того, что если выборы пройдут честно и чисто, то, в конце концов, граждане теряют право упрекать мэра на какое-то время в неправильности действий. Потому что сами же выбрали, да. То есть, если им будет дана возможность внимательно ознакомиться с кандидатурами, понять их сущность, понять их профессиональную подготовку, да, действительно нужен какой-то конкурс. И результаты этого конкурса, и течение этого конкурса должны быть абсолютно открытыми. Потому что, ну, то, что у нас проходит сейчас в Горсовете, это анекдот. Потому что, скажем так, никто не сомневался в том, что Мавлиев победит на этом конкурсе. Ну, как и до него тоже другие. Безусловно, да. И единогласное голосование депутатов Горсовета тоже этому подтверждение и прочее, прочее, прочее. То есть, сейчас это абсолютная профанация. И на выходе мы получаем чужого человека, которого нам привели вот за руку, потому что он кому-то там понравился. Или потому что кто-то дружил с его папой, например. Ну, то есть, причин много, но они не имеют никакого отношения к рациональности выбора мэра миллионного города. А как быть с тем, что если люди выберут, скажем, человека чужого, который не является членом так называемой управленческой команды, как они будут взаимодействовать, не станет ли это ступором, как бывает даже, когда мэр является назначенным? Мы помним историю Елалова с Хамитовым. Ну, история Елалова с Хамитовым – это история длинных взаимоотношений и длительного конфликта. Но значительно проще проиллюстрировать такую ситуацию с Грековым, которого не восприняла городская элита. И даже многие представители крупных городских государственных предприятий инфраструктурных с ним не нашли общего языка, и он просто как бы вот канул в лето. Да, конечно, такая проблема существует, но легитимность мэра в глазах общественности и жителей дает ему иные права и возможности. Если, например, кто-то не хочет с ним работать из числа какой-нибудь директор Уфа-Водоканала, который, я имею в виду Уфа-Водоканал, являясь собственностью городской, он, например, не хочет с ним работать или конфликтует, тогда нормально избранный легитимный мэр в праве и по логике вещей должен убрать этого человека и как бы найти того, кто ему, скажем так, более комфортен в работе. Вот тут вот появляется такое право. А сейчас это немножко вот эти вот приведенные за руку юноши, они как бы, ну, они и в глазах общественности-то ничего не значат, потому им приходится вот пиариться без конца и без удержу, пиариться день и ночь, ездить по дворам, по бабушкам и так далее. То есть я уже говорил о том, что это абсолютно нерациональное поведение для мэра. Ходить по дворам и разговаривать с жителями. Это на выборах делается. Но вот их нет, поэтому он пытается подменить, скажем так, выборный период. Ну, конечно, да. То есть, понимаете, он сейчас вынужден тратить свое драгоценное и очень дорогостоящее рабочее время на то, чтобы доказывать нам, что он клевый парень. А он это должен был сделать на выборах. Олеся Жукова пишет нам. Согласно, граждане должны выбирать, а не довольствоваться подсунутым. Ну, в общем, понятно, реплика. Дальше двигаемся. Вопрос от Ирины Нурбаевой. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее про развязку на Зинина. Спасибо большое за информацию. Есть ли у вас что-то новое по поводу развязки? Строится, разве нет? Ну, новое вот здесь только то, что нам рассказала вчера Елена Анатольевна Прочековская. Она рассказала, что найдена новая, значит, дорожная карта, как она выразилась. Дорожная карта решения этой проблемы. Вся проблема, как она выяснила, оказывается в том, что там было неровное покрытие. Вот сейчас они его буквально быстренько-скоренько подровняют и наступит счастье для жителей Нагаевой. Нафиг мне нужна никакая развязка. Все это было ошибочно. Деньги можно потратить на праздник. А там просто подровняют. Видимо, рельсы, наверное, как-то выправят или что. Я не знаю. Может, пару лопат асфальта накидают, чтобы ровнее ездить было. Я не знаю, что имело в виду Прочековская, но это вот звучало настолько непрофессионально и настолько грубо, что, ну, мне как-то неудобно стало, честно говоря, за нашей власти. В том плане, что, ну, нельзя вот так вот себя уж совсем вести с людьми. Они там годами, десятилетиями ездят через этот переезд. Они прекрасно знают, как все это устроено. И не надо Елене Анатольевне, которая путается в районах Башкирии, которая считает, что и Глино – это город. Ну, вообще человек чуждый и посторонний для Башкирии. Не надо ей вот такие вот планетарные советы и выводы делать. Кстати, зачем вот ее ввели, скажем так, в оперативку, чтобы она с этими отчетами выступала? Вначале, по-моему, этих выступлений не было и как-то, ну, и нормально. А теперь как бы, ну, неужели делается вывод, что это действительно какая-то репрезентативная выборка, что это действительно проблемы, которые реально беспокоят людей? Ну, им нужно имитировать то, что они вот эту ту самую открытость, о которой мы там без конца говорим, да? А как эту имитировать открытость? Так вот она вот сидит верхом на этом инцидент-менеджменте, из него черпает знания о окружающем мире и докладывает Раде Фаридовичу. Раде Фаридович из этого делает выводы, что интересуют жители Башкирии. Вот. Их совсем не интересуют цены в магазинах. Их абсолютно не беспокоит стоимость, растущая стоимость ЖКХ. Они абсолютно равнодушны к проблемам образования. Совершенно, ну, как бы, не интересуются там многими вещами. Но это вот та картина, которую слагает госпожа Прочаковская Хабирова. Я не знаю, в какой степени он на самом деле опирается на ее вот эти вот доклады. Я надеюсь, что ни в какой. Ну, в какой-то момент Прочаковская заменила собой Мурзагулова, как вот какой-то там идеологический центр, который вот она там что-то там стратегически планирует, как себя вести власти, чтобы, значит, не вызвать недовольство населения. Ну, очевидно, что она, конечно, не вытягивает эту работу. Зачем ее взяли? Ну, это все вопросы к Хабирову. Она, опять же, привезена из того же самого Подмосковья. Вот там она торговала тканями, насколько я знаю. Здесь она управляет центром управления республикой. Ну, вот такой вот кадровый выбор у Хабирова. Ой, из текущих новостей несколько у нас событий с отсылкой в прошлое. Вот по поводу этих пиксельных елок пресловутых, тут вот уже и дело, значит, объявлено, правда, пока еще без конкретных обвиняемых. Это что? Это как бы, опять же, чья-то недоработка или все-таки показатель серьезных коррупционных проявлений? Как говорил тот следователь НКВД, то, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Ну, нет, здесь, наверное, все-таки неизбежная ситуация, потому что, как мы помним, ситуация с этими елками была абсолютно очевидной. То есть там на самом начальном этапе разбирательства было очевидно и даже доказано завышение цен, какая-то совершенно одноходовая схемка по завозу этих елок из Китая и пропускание их через какую-то там подмосковную, опять же, красногорскую компанию, которая по дружбе, значит, впарила ее нам. А самые главные вопросы были, почему именно хозяйственное управление администрации главы вдруг начало покупать вот эти вот нелепые пиксельные елки китайские. То есть вот этого вызвало основные вопросы. Если бы там муниципалитет купил, ну, можно было бы списать это на глупость, там необразованность или какую-то там некомпетентность конкретных закупщиков. Но здесь же вот это было вот так сделано, причем там же, если кто-то забыл, была такая история, что закупали именно у этого поставщика ввиду какой-то форс-мажора. Прямо вот такой форс-мажор был, что прямо надо было срочно елки купить. Вот ни маски, ни пенициллин, ни койки. А тогда еще комита не было, 12-й год. Нет, ну я просто говорю о том, что, ну, что такое форс-мажор, да? То есть это что-то такое экстренное, там, наводнение, пожар, эпидемия, да, война, не к столу будет сказано. Ну вот, понимаете, форс-мажор. Елки. Ну, вот все это в совокупности, видимо, ну, и еще тут волшебные пендели вышестоящих правоохранителей и нижестоящих, скорее всего, тоже возымели какое-то действие там и прочее, прочее, прочее. Ответит ли кто-то конкретно из числа вот этих вот опекаемых Хабировым красногорцев, я не знаю. Я не знаю. Сейчас уже ущерб определен, там, 24 миллиона рублей, это особо крупный размер, тут можно как бы и присесть надолго, да? Ну, Хабирову сейчас очередные подследственные в команде, ну, очевидно, не нужны, и так их уже перебор, да, там и мэр, и там мэр Довлеканова, и там два министра. Это, конечно, многовато для одного момента. Не знаю. А как вам вот эта история с обысками и задержанием высокопоставленных сотрудников МВД? Правда, по следам их деятельности в Забайкальском крае, ну, все-таки. Ну, как? Я лично это расцениваю как достаточно обычную практику от нынешнего МВД по, ну, некие запоздания в расследовании дела и так далее, да? Забайкальский край, он еще с императорских времен был местом слабоуправляемым и трудно, как бы, понимаемым, да? То есть, то, что там творилось, да и при советской власти, и сейчас, ну, наверное, не поддается описанию. Лично я делаю вывод, что, ну, вот то, что сейчас здесь случилось, это 100% впоследствии событий, которые там творились. Мы, к сожалению, не до конца в курсе того, что там происходило, и давать этому оценку я бы не стал, как бы, вот, ну, детально. Ну, вот, следственные органы нашли какие-то доказательства, видимо, неопровержимые для них того, что вот эти два, там, или один, или два, я уж не помню. Два. Значит, вот они получили какую-то взятку там в Забайкале, квартиру какую-то, что-то не должны были получить, получили. То есть, это не часть какой-то большой системной антикоррупционной работы? Нет, нет, это конкретный эпизод. Судя по всему, было какое-то, есть какие-то силы, которые настойчиво, ну, добивались этого возмездия, потому что могли бы списать на то, что, ну, все разъехались, то есть, как бы, оттуда, и ладно. Ну, это, конечно, очень-очень нехороший удар по позициям самого Деева, потому что этот товарищ, забыл его фамилию, Москальков, или как-то так вот, Московитин, да. Московитин, да. Московитин. Этот человек, это был его человек, то есть, он его оттуда привез, ну, как бы, это команда, это, безусловно, конечно, удар по Дееву, ну, посмотрим, пока в его адрес каких-то претензий вроде как нет. Угу. Минувшую пятницу мы с вами вместе оказались на заседании Советского райсуда по делу Юрия Шевчука. В общем, вроде как бы об этом, конечно, уже сказано, но все-таки хотелось бы, может быть, какие-то новые мысли возникли. Как вам вообще все это действие, как бы, чего теперь ждать? Как бы, я просто напомню, что на протяжении вот этих двух месяцев, даже трех почти, мы с вами говорили, что, как бы, скорее всего, дело заволокитится и сойдет на нет. Вот к этому все идет или, как бы, всякое может быть? Сложно сказать. Опять-таки, мы вот, придя на этот суд, с вами абсолютно были уверены, что сейчас судья примет решение о передаче дела в Петербург, потому что было таковое ходатайство. Однако нет, судья бац и сказал, нет, я не считаю нужным, пускай где случилось, там и будет, как бы, вот это все судилище. Причем она долго рассматривала это ходатайство? Ну, да, 35 минут она пила чай. Да. Вот. Очевидно, что структурное решение было принято, ну, для меня, по крайней мере, очевидно, не ею, а, скажем так, существенно выше. Не надо было так долго пить чай, нам там дышать, кстати, нечем было. Ну, так вот, что будет дальше? Вообще вопрос очень интересный, и тут тоже есть несколько развилок. Ну, во-первых, вот что меня особенно зацепило, то, что адвокат заявил о том, что он вообще подвергает сомнению конституционность вот этой статьи 20.2 второй части, и просит, ну, вернее, как он, ставит в известность суд, что он направляет запрос в Конституционный суд, и, безусловно, этот запрос тоже ляжет, ну, и будет частью этого судебного разбирательства в отношении Шевчука. Это первое. Чего, кстати говоря, раньше никто не делал. То есть никто не подвергал сомнению конституционности этого закона. Это первое. Второе, то, что адвокат, видимо, будучи человеком очень квалифицированным, компетентным, понимающим все темпы и хронологию, он уже провел экспертизу, законную, сертифицированную экспертизу высказываний, которые вменяются Юрию Ильяновичу в вину. И эта экспертиза показала, что там никакого, значит, там очернения, сквернения, надругательства и что там дискредитации, значит, не наблюдается. Безусловно, суд может, либо самостоятельно, не доверяя этой экспертизе, либо сторона обвинения, в данном случае МВД, может ходатайствовать о проведении встречной экспертизы. Например, в любезном БГУ. Там большие специалисты, они проведут экспертизу. Вот. Каково оно будет? Ну, мы тоже не можем 100% утверждать, но можем предположить, что вдруг большие специалисты из БГУ определяют, что там куча всяких оскорблений, дискредитации и прочих ужасных ужасов. Опять, следующая развилка. Мы будем иметь две экспертизы. Де Юра, они абсолютно равны с точки зрения того, как их должен учитывать суд. То есть, тут очень много-много разных возможностей есть у судьи Егоровой выруливать из этой ситуации в ту или иную сторону. Ну, еще раз я положусь на собственное предположение о том, что все-таки судья Егорова здесь не последняя инстанция, ну, в прямом и переносном смысле. Более того, даже если она принимает решение не в пользу Шевчака, то есть же и апелляция, Верховный суд и прочее, прочее. То есть, судя по всему, нас ждет два сценария. Первый – это длинное вот такое вот расследование с экспертизами и все больше и больше, большим опубличиванием всей вот этой истории. И главным результатом всего этого процесса будет то, что тезис о том, что Родина – это не жопа президента, все глубже и глубже будет уходить в народ и в сознание людей. Ни вас, ни меня, ни всю остальную просвещенную публику ни одно решение суда, вероятнее всего, не убедит в том, что Юрий Юлианович не любит свою Родину. Но в том, что наше правосудие работает как-то не так, они нас убедят легко, вот если это произойдет. Вот тут нужно властям задуматься над тем, насколько для них выгодно устраивать из этого суда длинное судилище Шапито и обсуждение для широкой общественности, или наконец-то сказать, ну, ладно, мы ошиблись. А вернее сказать, ошиблись полицейские, которые, ну, как-то очень странно составляли протоколы дважды и с ошибками и прочее, прочее. Вот самым выигрышным вариантом для нынешних властей было бы списать все это на нерадивость полицейских, там, кого-нибудь лишить премии, там, и на этом забыть об этом все. Ну, они идут путем скандализации всей вот этой истории. Такого однозначного прогноза я дать не могу, но вот какие-то вот такие развилки тут есть. Мы будем все это наблюдать и освещать, безусловно. 16-го числа в ближайшем заседании этого суда, судя по всему, ничего примечательного происходить не будет, потому что не будет присутствовать ни адвокат, ни сам Шевчук. Были разговоры о том, что он будет по видеосвязи, но я думаю, что суд сейчас займется обсуждением экспертизы и выслушиванием ходатайств встречных сторон. Ну, имеется в виду противной стороны процесса. Так что, ну, какой-то такой прогноз. А если дальше заглянуть, предположить, что так или иначе хорошо дело будет, ну, замято, будем так говорить, значит ли это, что Шевчук все-таки имеет шанс вернуться на сцену, да, начать проводить концерты или все-таки нет? Это одно с другим не нужно путать. А вот здесь, да, здесь все похоже, потому что административный ресурс никто не отменял. И злопамятность наших властей тоже. Значит, даже если они в какой-то степени проиграют Шевчуку этот процесс, они никогда ему этого не забудут, это безусловно. Я думаю, что концертная деятельность Юрия Юлиановича в ближайшее время будет очень затруднена. То есть и по количеству, и по масштабам, и прочим вещам. Ну, вся надежда на любовь народную в том смысле, что я думаю, что голодным он не останется, и группа сохранится, и вот эти темные времена пройдут, и мы еще порадуемся многократно его новым альбомом и песням. Угу. Так, у нас продолжается, скажем так, подготовка добровольческих батальонов. Глава республики лично выезжает на место боевого слаживания, публикует оттуда фото-видео и, в общем, всячески призывает людей, как бы, ну, я не знаю, поддерживать, что ли, вот эту деятельность. Как вы думаете, это еще не все? То есть еще будут формироваться батальоны, или пока вот как бы сделали два и достаточно, ну, как все? Мне сложно судить о том, кто еще проявит инициативу по созданию этих батальонов. Тут у нас какое-то новое братство образовалось, каких-то бывших воинов. Не знаю. Я понимаю, что это был некий реверанс в сторону федеральной власти, и, ну, я не могу ответить на этот вопрос, честное слово, потому что найдутся ли желающие, есть ли вообще необходимость дополнительного формирования этих воинских подразделений, не могу судить. Ну, в последнее время, в целом, как бы, да, мы не видим каких-либо существенных, что ли, изменений и не понимаем, насколько история близится к завершению или близится к тому, чтобы затянуться. Или все-таки есть какие-то новые соображения на это? История вот этих батальонов? Нет, уже не только, а вот, собственно, боевых действий, СВУ и так далее. Ну, ввиду того, что мы имеем очень скудное системное представление о том, что там происходит, ну, условно говоря, информация противоборствующих сторон, она зачастую противоречит друг другу. И, ну, лично я не доверяю ни той, ни другой стороне, ну, по абсолютно понятным причинам, потому что это, как говорится, законно-информационной войны тоже никто не отменял. Соответственно, давать прогнозы здесь, наверное, дело неблагодарное. На тему того, что там что-то застопорилось, остановилось, там и прочее, тоже, наверное, комментарии излишни, потому что во всяких боевых действиях, и даже если это называется спецоперацией, все равно существуют спады и подъемы, то есть нападения, наступления, отступления и прочие вещи. То есть тут очень сложно об этом судить. Ну, я очень опасаюсь того, что это может затянуться надолго. А что касается влияния на жизнь, опять же, вот мы со многими собеседниками какие-то точки отсечения, что это для себя намечали, и вот когда эти даты условно наступали, пытаемся понять, а случилось ли. Многие прогнозировали, что вот летом мы почувствуем на себе, мы, в смысле населения России, серьезное ухудшение экономической ситуации. Однако же вроде бы наоборот. То есть самое страшное, неопределенное время, оно было где-то в марте-апреле, а дальше все, ну, если не пришло в норму, то стабилизировалось, и в таком вялотекущем ключе продолжает быть и сегодня. Ну да, с эмоциональной точки зрения действительно. То есть вот неопределенность – это такая самая страшная в этом деле вещь, когда люди начинают паниковать, совершать какие-то ошибки и там закупать не то, что нужно на самом деле закупать. Это да, это прошло. С точки зрения понижения качества жизни, мы планомерно ее понижаем. Это безусловно. То есть я не видел пока ни данных, ни даже по ощущениям, что что-то там остановилось или что-то стало улучшаться. Уровень жизни снижается по части реальных заработков, занятость очень сильно страдает. Мы еще не самый печальный регион, то есть нас бог миловал от, например, автозаводов. Хотя, ну, там Нифас у нас есть, да. Ну вот там соседние Татарстаны и Самарская область там или Липецкая область, они, конечно, пострадали сильнее значительно в этом плане. Вот. Но эффект наступает, и здесь, знаете, такое ощущение, что это какая-то горота, да, то есть медленное удушение, что, собственно, наверное, не отменяет конечного результата, да. Ну, то есть лягушку медленно варят. Вот такой процесс сейчас идет. Но мы планомерно снижаем и показатели экономики, и уровень жизни жителей в стране, это точно. Между тем, вот если отчасти, наверное, все-таки коснуться вновь темы, я не знаю, дорожного хозяйства, которое вы упоминали в начале разговора, у нас продолжают активно как бы анонсировать строительство вот этой вот трассы гигантской, М14, и огромные суммы, миллиардов туда собираются вбухать буквально на протяжении двух лет. Это суммы, причем в два раза превышающие затраты на тот же восточный выезд. И более того, весь объект сдать к 2025 году. И, как говорят, это удивительно. С другой стороны, ну, скажем так, если это правда, то это очень напоминает, я не знаю, политику, ни много ни мало Рузвельта, который в период Великой депрессии, да, за счет крупных инфраструктурных проектов поддержал экономику своей страны. Как бы это, во-первых, вот здесь и сейчас рабочие места, производство конкретное, да, там налоги и прочее, и перспектива на будущее. Это как бы важные транспортные вещи. Вот верите ли вы... А больше никого не напоминает? Вот, ну, нет. Ваше мнение. Ну да, напоминает еще и политику одного европейского лидера 30-х годов, да. Абсолютно идентично. То есть, судя по всему, решение в кризисной ситуации вбахать огромные деньги в инфраструктурные проекты, ну, и успех некоторых иных режимов на этом поприще в прошлом, в историческом прошлом, видимо, вдохновил и Владимир Путин. Безусловно, это такое магистральное федеральное решение, это не только Башкирия, но и многие другие регионы, дорожное строительство должно спасти экономику России. Тут есть, конечно, соображения и в пользу, и против. В пользу то, что любое развитие инфраструктуры – это всегда благо. Вопрос в том, насколько, скажем, это сделано за чей-то счет, условно говоря, за счет медицины, за счет образования, за счет культуры, за счет еще чего-то, что, ну, недополучат своих средств. Вот это вот вопрос важный. Ну, это вопрос к таким серьезным глобальным экономистам странового масштаба. Я к таковым не отношусь, и потому как бы не стану давать оценок этим решениям. Но то, что на башкирскую землю приходят вот эти деньги, это отчасти хорошо, потому что немножко достанется и нам, хотя строительные организации там не все башкирские. Я знаю, что при строительстве, от проектирования, по крайней мере, этой дороги рассматривались и наши ресурсы, имеется в виду вот общераспространенные ресурсы, то есть там огромные объемы отсыпки и прочее. К сожалению, у нас там по фракции гравия немножко мы не проходим, но все равно что-то будет, нам что-то достанется. То есть, ну, по большому счету, с точки зрения просто отстраненного экономического анализа, это, наверное, неплохо. Удастся ли реализовать в условиях галлопирующих цен, это, конечно, вопрос. Вот то, с чем сейчас столкнулось башкирское правительство, это когда они создают проект, создают смету, находят подрядчика, и пока все это происходит, цена уходит, подрядчик зачастую не в состоянии реализовать проект, как вот, например, это было с компанией «Лидер Групп» из города Кумертау, которая, значит, там возводит один из соцобъектов. «Лидер Групп» – это не то, что ресторан. Я понял, да. А не просто однофамильцы. Вот эта ситуация, в которую попала эта компания, то есть, там сложный вопрос, не факт, что они виноваты в чем-то, но вот они попали в эту развилку, когда проектировалось по одной цене, а строятся теперь совсем по другой. Ну, эти риски присутствуют. Они ровно присутствуют и для восточного выезда, и для вот этих мегатранспортных проектов. Потому что умение проектировать цену, не столько даже проектировать дорогу, а сколько проектировать цену сейчас, пожалуй, что выходит на передний план. Вот, кстати, на фоне вот этих мегапланов пытаюсь анализировать, вот насколько ситуацию понимаю и удивляюсь, почему у нас тут за два года выстроится целая новая магистраль с нуля, а участок М5 под Уфой, который соединяет, скажем, Восток и Запад, у нас 20 лет уже не могут закончить. Я не знаю, у нас даже вот от Шахши до Дема условно доехать по готовой трассе нельзя. Хотя и там федеральные деньги, и тут федеральные деньги, казалось бы. Не говоря уже о знаменитой дороге Сибаяк-Яр. А, ну это хотя бы не федеральные. Нет, мы говорим о том... Ну, да, дефекты планирования. Это, как сказала недавно одна известная женщина-экономист, Башкирия последние 10 лет пребывает в состоянии отвратительного администрирования. То есть в этом проблема. Проблема планирования, проблема проектирования, проблема взаимодействия ведомств. Вот это у нас стоит на первом плане. Любимая фраза дорогого Радия Фаритовича – это фраза о управленческой команде. Так вот нежно называют вот это свое содружество. К сожалению, ну ее на самом деле нет. То есть если это и команда, то не управленческая. То есть исходя из этого можно сделать вывод, что даже при Муртазе-Рахимове вот эти вот все связи горизонтальные, вертикальные, лучше работали. Вся эта система управленческая. Я всегда говорил и считаю, что та данность, историческая данность и технологическая данность, которая существовала при Муртазе-Рахимове, настолько отличаются от нынешней, что сравнивать напрямую эти вещи нельзя. Это все равно, что сравнивать планирование строительства дорог при Александре-Македонском и вот при, условно говоря, Леониде Ильиче Брежневе. То есть ни методика, ни порядок согласования, ни даже источники финансирования нельзя сравнивать тех времен и нынешних времен. Потому что эффективность, да, можно сравнивать. Опять же, надо ее приводить к какому-то знаменателю, чтобы понимать, насколько это объективная оценка. То есть я ходил своими ногами по Апиевой дороге в Риме. Замечательная дорога, ей 3 тысячи лет. По ней до сих пор можно на велосипеде ездить. Но это же не говорит о том, что римляне строили больше и лучше, чем мы сейчас. И наоборот тоже. И наоборот. Ну, вот у нас же как бы не только глава республики и несколько членов его команды, которых мы вечно обсуждаем, принимают решения. У нас есть еще, я не знаю, премьер-министр Андрей Назаров. Человек в бизнесе, скажем так, добившийся успеха, понимающий в экономике. В общем, здравые вещи, порой озвучивающие, меры поддержки и прочее. Почему, я не знаю, скажем так, его, что ли, в отчине, ну, нельзя сказать о каких-то успехах. Или, может быть, они есть, мы просто о них молчим? Ну, они есть, безусловно. То есть на той стороне Белого дома здравого смысла существенно больше, чем на противоположный. Но проблема в том, что все это очень взаимосвязанные вещи. Вот. И тут нету стопроцентной самостоятельности. Но более того, в последнее время я наблюдаю какую-то еще и ревность. Между там Хабировым и Назаровым. Не знаю, насколько ее провоцируют подчиненные. А так очень часто бывает. Особенно учитывая там психотип Ради Фаритовича. Человек, который очень как-то болезненно относится к оценкам его достижений, там, чужих достижений. Он как-то очень так вот ревностно к этому относится. Тут высказывание Шамиля Валеева последних дней, там, когда он там начал какую-то ересь нести, что кто кому чего там уступает, там, и кто кого там, значит, там, опережает и прочее, прочее. То есть, безусловно, достижения в плане нормализации каких-то вот процессов, они есть. То есть попытки предпринимаются. Но, к сожалению, у нас время от времени политика забегает вперед экономики, потом экономика забегает вперед политики, и вот эта вот чехарда, она только во вред. То есть тут как бы вот, к сожалению, такая картина. Вчера на открытой части все-таки оперативки доложил Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства. У нас, судя по его словам, в этой части все неплохо в этом году. Хотя бы благодаря тем же природным условиям, да? Ну да, то есть, по крайней мере, то, что он сказал, 4 миллиона тонн. Новая техника, которую так или иначе удалось приобрести, 128 зерноуборочных комбайнов в плюс в этом году. Он планирует удвоить прошлогодний, самый низкий урожай, который был в прошлом году, там, за последние, там, 10 или больше лет он пытается его удвоить в этом году. Ну, тут, ладно, на его совести оставим эффект низкого старта. Но 4 миллиона. Правда, Хабиров как-то очень его отрезвил, сказал, ну, а что, 4 миллиона для Башкирии, это вообще норма, а не достижение. Ну, вообще, в прошлом так было традиционно, да? Как бы, некая планка 4 миллиона. Да, то есть, от было, от 4 миллиона. 4,200 было и так далее. То есть, у нас очень много пустующих земель, у нас огромный потенциал в этом смысле. Вопрос, опять же, администрирования организации. Сельское хозяйство, это не просто расковырять землю, бросить туда зерна, и они вырастут и принесут прибыль. Тут современное сельское хозяйство, это сложная система, сложные технологии. Опять же, взаимодействие между очень многими структурами, организациями и бизнесами. Вот этим должен заниматься Фазарахманов, сочетать это все и состыковывать. Ну, может быть, тогда у него когда-нибудь свыше 4-х и получится. Ровно 2 года назад, да, 9 августа 2000 года, ну, скажем, события вокруг Куштава вошли в свою острую фазу. Я вот помню, 9 числа, собственно, был большой флешмоб, через неделю уже все случилось. Целых 2 года прошло. За это время, ну, что мы знаем? Знаем хитросплетение истории СБСК с акциями, то есть, да? Но совсем недавно мы вновь стали о них говорить с, скажем так, неподдельным интересом, а что же там дальше происходит? Есть ли у вас какая-то информация? Пришли ли к чему-то вот с этим русским водородом? А, русским водородом? Да. Я уже не про сырьевую проблему, там, понятно, пауза. Сырьевая проблема как-то сама собой рассосалась. Ну, то есть, она перестала быть настолько острой, по крайней мере, так, как ее заявляли менеджеры БСК тогда. Помните, Марина Бортова кричала, что через 2 недели все закроется, все пропало, город будет голодать. 8 тысяч сотрудников. Кстати говоря, Загулов тоже очень об этом, помнится, повизгивал на тему, что сейчас не дадим стерлетомаку умереть от голода. Ну, как-то не умирает стерлетомак от голода. Сырье все еще есть. И русский водород, ну, это структура крупных олигархов российских, которые потихонечку овладели несколькими крупными химическими предприятиями уже, и, в общем-то, имели притязание на управление содой. Речь не идет о покупке, речь идет о передаче в управление. Ну, это такая немножко лукавая форма нечастной собственности, которая была изобретена при Путине. То есть, Путин склонен никому ничего не продавать, если это возможно, но дать, поддержать может. На некоторое время поуправлять, попользоваться денежными потоками и так далее. Видимо, решение не было принято, пока ситуация затихла, и пока никаких таких активных движений на эту тему не происходит. Ну, по крайней мере, из-за того, что известно мне. Не знаю, с чем это связано. Видимо, БСК тоже сейчас испытывает некоторые проблемы с реализацией своей продукции, как и все крупнейшие предприятия России. Потому что, ну, БСК во многом было заточено на экспорт. Я не знаю, правда, действительно, насколько они сейчас реализуют свои экспортные программы и насколько они изменились по отношению к предыдущим периодам. Но мы же знаем структуру потребления, что в основном это стекольная промышленность и металлургическая промышленность. Вот, правда, не знаю их основных получателей. Если... Про санкции в отношении их продукции я вот не слышал. Да, если они, например, были поставщиками крупных металлургических предприятий той же самой Украины, той же самой Азовстали и прочих вещей, да, ну, это, конечно, тогда беда. Ну, я так предполагаю. Если нет, то, не знаю, нет. Конечно же, возрадовались во многом их конкуренты. С другой стороны, довольно хорошая валютная конъюнктура. Ну, в общем, здесь много факторов. Но пока история с русским водородом немножко затихла. И если не исчезла, то, по крайней мере, ушла на задний план. Вот где-то, по-моему, в профах сегодня видел публикацию, что у нас, дескать, руководство республики лоббирует развитие татарстанской сети автозаправочных станций Ирбис. Я, конечно, встречал эти заправки ни о чем, да? Не слышал. Не, ну, обвинение башкирских властей в лоббировании татарстанского бизнеса, это всегда, на мой взгляд, какая-то провокация. В первую очередь, попытка кого-то за что-то зацепить. Но, с другой стороны, почему бы и не сотрудничать с соседним регионом, почему бы не развивать удачные бизнесы, которые там уже прошли тестирование и имеют какую-то базу под собой, если они будут работать на территории Башкирии и платить здесь налоги. Да почему нет, в конце концов? Вообще, мы что, вражеские территории, что ли, с Татарстаном? То есть, надо вообще, я вообще сторонник того, что вот эту риторику на тему, там, что они нам враги, и мы должны их победить, там, догнать, перегнать и растоптать, мне нужно прекращать. То есть, Татарстан давно показал, что это очень способная, важная, крупная территория, на которую нужно равняться, с которой нужно сотрудничать и извлекать максимальную прибыль из этого сотрудничества. Вот и все. Тем временем, часть крупного, скажем, бизнеса мирового масштаба окончательно уходит из России. Вот, например, сегодня новость про Икею, что она все-таки объявила окончание онлайн-распродажи. Если случится это 15 августа, на фоне слухов, что все-таки они не уйдут, что оказывается, там, новые поставки, это все происходит. Насколько ухудшится качество жизни с точки зрения сейчас не денежных, как бы, объемов, а элементарного, я не знаю, качества, доступности товаров народного потребления? Существует несколько точек зрения по поводу ухода крупных таких компаний, как Икея. Кто-то говорит, что это ужас-ужас, в плане того, что мы останемся без табуреток и полок. Кто-то здраво отмечает, что довольно большой объем товаров, которые продавались в России, производились тоже в России и, собственно, останутся в продаже. Да, конечно, исчезнет та волшебная логистика, которой владела Икея, возможно, эти товары станут дороже, какая-то часть из них все-таки останется на рынке России. Меня вообще, честно говоря, немножко раздражает многочисленность разговоров об уходе Икеи и Макдональдса. То есть, такое ощущение, что Икея и Макдональдс были основой нашей жизни, и без них мы умрем, как будто это была какая-то религия или, я не знаю, там, или какая-то медицинская технология. Но, тем не менее, видимо, людям надо и хочется это обсуждать. Ну, вот... Ну, символические какие-то вещи, может, все-таки... С символической точки зрения это очень важно. В том смысле, что приход крупного западного бизнеса в Россию, он же случился тоже не сразу. Мы же помним 90-е, здесь не было ни Икеи, ни Макдональдса, ни... Ну, Макдональдс появился в Москве, не было вот этих крупных систем. Приход этих систем в Россию говорил о создании неких условий для функционирования и существования бизнеса. Абсолютное большинство ушедших сейчас компаний ушли не по идеологическим соображениям. Им, ну, глубоко наплевать на эту украинскую историю. Они бы и так колотили здесь деньги, но у них исчез механизм. То есть большинство этих компаний, я говорю про Зару, там, H&M, Маркс и Спенсер и, ну, крупные вот эти компании, которые охватывали большую сеть магазинов, они потеряли схему работы. Они все равно в конечном итоге какую-то часть своей прибыли выводили за рубеж, ну, к себе, там, в материнские компании. Сейчас они потеряли эту возможность, они потеряли смысл работы в России. Им не нужны рубли, ну, сколько бы их ни было здесь внутри. Так что, ну, вот турки находят некие какие-то ходы и выходы. Вот это согласие Эрдогана на то, чтобы, например, часть газа покупать за рубли, говорит о том, что турки могут истратить рубли внутри России и получить что-то еще. Вот, то есть у них более обширные интересы. А Икея, видимо, нет. То есть вот, собственно, и ответ на этот вопрос. А есть ли какие-то такие бизнесы, которые действительно, на ваш субъективный взгляд, вот прямо реально, ну, скажем так, ухудшат нашу с вами жизнь? Действительно, много говорят про Мак и про Икею, а не говорят, скажем, про, может быть, каких-то автопроизводителей, к примеру, да, или там, я не знаю, про компанию «Сименс», которая нас обеспечивала не только поездами с АПСАН, но и медицинским оборудованием, которое в каждой клинике стоит. Вот, вот, вот это очень важная вещь. Мы теряем, глобально теряем поставки уникального медицинского оборудования, которое не умеем делать сами. Мы не умеем делать нормальных лифтов. Мы очень многих вещей не умеем делать, как выяснилось теперь. Там еще они помалкивают. Денис Мантуров, если бы он озвучил бы весь список, то тогда бы его с работы выгнали за то, что он провалил импортозамещение. Мы не производим огромное количество сложных вещей, в том числе наукоемких и технологичных вещей. Ну, ладно, процессоры в мире никто не производит, кроме нескольких компаний, да, и весь мир зависит от этих трех-четырех тайваньских заводов. Но есть масса вещей, которые мы не делаем к стыду своему. И это вовсе не бутерброды и не полки деревянные. Вот бутерброды и полки действительно мы, наверное, научимся делать. Может быть, медленно, может быть, не сразу, но сможем. А вот сложнейшую какую-то квантовую электронику и прочие вещи мы, к сожалению, не научимся делать. Вот помнится недавно, дорогой Радий Фаритович заявил о намерении создать современную инженерную школу, здесь башки, на базе этих вот как бы объединяемых вузов. У меня простой вопрос. Что послужило посылом, что вас навело на мысль, Радий Фаритович, что у нас возможно создать эту современную инженерную школу? У нас потеряны кадры, у нас потеряны научные разработки, они десятилетиями не велись, и никакой инженерной школы создать здесь невозможно, современной. Можно создать инженерную школу уровня Ирана 95-го года или Северной Кореи нынешней и так далее. Предпосылок для этого нет, к сожалению. И вот потери наши в технологической сфере существенно более важны, чем потери Икеи и Макдональдса. Вот это должно пугать здравых людей. Да, Сименс, да, МРТ, да, много чего вот этого вот, чего мы лишимся в ближайшем будущем. Потому что и запчасти к автомобилям в том числе. Мы даже не умеем производить подушки безопасности. Это вещь, которая уже 80 лет в мире используется. В 50-м году впервые начали ставить серийные подушки безопасности на автомобиль. Еще буквально такой вопрос экономического характера по поводу прогнозов. Не ждете ли вы того, что у нас начнутся такие какие-нибудь явления, напоминающие хотя бы отдаленно то, что в 90-е было? Я имею в виду какие-нибудь задержки, пенсии и так далее. Или на ваш взгляд все-таки в этом нормально, скажем так, монетарная политика в порядке? Учитывая то, что нынешний режим прекрасно помнит опыт 90-х годов. Владимир Путин занимался экономической ситуацией Петербурга в 90-е годы и прекрасно помнит все вот эти затыки и кризисы. Я думаю, что нынешние власти приложат все усилия для того, чтобы максимально долго не допустить вот этих процессов, но они неизбежно случатся. То есть, если рассматривать развитие кризиса по классической схеме, как он вообще будет развиваться, и хотим мы этого или не хотим, то, конечно, это рано или поздно произойдет. В первую очередь сейчас в зоне риска находятся крупные частные предприятия металлургии, автопрома и многих-многих других вещей. То есть, что делать с десятками тысяч работников магнитогорского металлургического комбината, что делать с десятками тысяч рабочих, там две домные остановлены. Что делать с десятками тысяч работников автоваза, там, или сборочных производств автотора в Калининграде, никто не знает точно. Сколько можно платить им зарплату, там, ну, имитацию зарплаты на сокращенном рабочем дне, никто не знает точно. Пенсионеры и учителя, и чиновники будут последними, кто пострадает в этой истории. Первыми пострадают рабочие. Слушайте, Башкирия в этом смысле в выигрышном положении. У нас нет таких гигантов, да, вроде металлургического комбината, и наши все, ну, опять же, утрируют немного, но все-таки огромное количество мужиков ездят вахтовым методом в другие регионы. Как ездили, так и будут. Или у них тоже могут быть сложности? Безусловно, сложности наступят и нефтегазовом секторе, то есть уже наблюдается сокращение добычи газа, а в 2023 году мы получим эмбарго на ввоз нефти в Европу, и неизбежно будет спад добычи нефти. Кого первых сократят? Вахтовиков. И эти мужики вернутся сюда, в Башкирию, значит, думать и чесать репу, что здесь делать. То есть с них начнут, они тоже находятся первыми в зоне риска, а возвратясь сюда, они обнаружат ситуацию, что места все заняты, потому что рынок труда сейчас съеживается и съеживается, соответственно, как бы, ну, это будет большая проблема. А еще они обнаружат, что у нас госсобрание увеличивает список сел и деревень, где запрещается продажа алкоголя. То есть приедут, будут работать, выпить будет нечего, все будет нормально. Я не знаю, плохо это или хорошо, но если госсобрание сокращает, вернее, запрещает продажу алкоголя там, где его и так не продавали, как это было с первой деревни, то ничего страшного в этом нет, на самом деле. А зачем этим занимается госсобрание? Вот им, как бы, не знаю, надо что-то делать, и поэтому вот они вот это делают? Ну, популизм стопроцентный, стопроцентный популизм. То есть это вот, ну, популизм, который вызывает вопросы, а может быть, чем-нибудь дельным займетесь, как бы, за наши-то деньги вообще? Вот Ахмадинуру выбили зарплату в госсобрании, может, он что-нибудь полезное теперь сделает? Ну, есть еще время около года, вот действующего состава госсобрания, может, и сделает.